Друзья, на Славянском базаре так много красивых девчонок. Сейчас рядом со мной две симпатичные близняшки. Попробуем познакомиться. Девчоночки, здравствуйте! Можно с вами познакомиться? Позвольте! Ну, пожалуйста. Не получается. Видимо, я не знаю каких-то секретов. Давайте узнаем у парней, которые точно умеют подкатывать девчонкам. Чёртыми нитями отшиваешь тем целью. День твоя идёт по следу, что тебя готовит. Мы собираем фирменные подкаты к девушкам. И вот хотели бы узнать, есть ли у вас, может быть, из прошлого, какой-то фирменный подкатик от Александра Панайотова в помощь всем витебским одиноким парням, чтобы они пользовались? Мои фирменные подкаты, знаете, действуют лишь тогда, когда вас зовут Александр Панайотов. Всё остальное не работает. Всё остальное не работает. Ну и нужно, может быть, спеть, наверное, что-то, потому что самый главный пикап, приём в моём случае – это мой голос. Но опять же, это только потому, что вы Александр Панайотов. Если я – не получится. Не прокатить, скорее всего. А был ли случай, ну, может быть, не сейчас, но раньше, а может быть, сейчас даже лучше, когда к вам как-то нелепо подкатывали девушки? Если такое вспомнится, расскажите, пожалуйста. Может, как-то пытались неудобно познакомиться, глупо, весело. Которая из года в год подходила и упорно мне повторяла. Я не помню, как вас зовут? Что-то знакомое лицо, понятно. А, Алексей Гумун. Если я на 100% хочу под этих девушек её удивить, я это сделаю, потому что я этого хочу. Чего бы это мне не стоило? Абсолютно верно. Хочет она этого или нет? Ну, тут уже момент такой. Надо так хотеть, чтобы она захотела. Вот это уже сложно. Это сложно, но это работает. Для меня вот эти вот, честно говоря, вот эти вот прелюдии, как говорится, у меня на них времени нет. Сразу взял. Не взял. Подошёл, спросил. Понятно, непонятно, всё. Сегодня особенный вечер. Сегодня особенный музей. И такие особые, яркие, истинные люди. Спасибо вам. Вы не могли бы поделиться фирменным подкатом Артёма Пивовара к девушкам? Уже есть варианты разные. Олег Винник сказал, что нужно просто взять и забрать с собой. Да, это, кстати, хороший вариант. Просто взять и применить силу мужскую. Но не грубую, а ласковую. Это хороший вариант. Вы согласны? Я согласен, конечно, безусловно. Приобнять так, чтобы можно было... Никогда не буду на вас показывать. Так, чтобы можно было удержать, но в то же время и отпустить, когда это... Было ли такое, что с вами как-то глупо или нелепо знакомились девушки? Самые странные подкаты происходят в интернете. То есть, например, нам присылали фотки Сигны Артёма Пивовара, да? Было? Да. У вас нету коллекции? Я не собираю. Нет. Нет. Какой самый глупый подкат со стороны мужчины в последний раз к вам как-то относился? Может быть, кто-то пытался с вами познакомиться, и это было так нелепо, что даже смешно. Я 14 лет как ушла из большого секса, понимаете? Ушла из большого секса в маленькую семейную жизнь. Это же хорошо. Поэтому, понимаете ли, ко мне редко мужчины находят в себе силы и храбрость подойти, понимаете? Но вы же знаете, что храбрецы всегда находятся, все равно... Вы знаете, боятся. Я же могу и легнуть. А-а-а! Вот оно что! Это эксклюзив. Вы ноги видели? Вы знаете, мы когда шли, с моим ростом я только их и видел. Вот. Но обычно маленькие наглые. Но это хорошо или плохо? Иногда это хорошо же. Ведь правда? Наглость иногда хорошо. Ну, наверное, когда ты пробираешься сквозь гущу звезд, чтобы стать номер один, расталкивая локтями, да, 100%. Маленькими, остренькими локоточками. Да. Девчоночки, здравствуйте. Можно с вами познакомиться? Пошел вон. Что-то не канает, что-то не канает. Мы собираем фирменный подкат из звезд к девушкам, ну или наоборот. У вас есть какой-нибудь фирменный подкат для знакомства с девушкой от Макса Барска? Может быть, какое-то кодовое слово или фразочка? Или... Панайотов сказал, что нужно быть просто Александром Панайотовым, все остальное не работает. Винник сказал, что нужно просто схватить. И все. Просто схватить. Не отпускать. И не отпускать. Хочет она этого или нет. Фирменные секретики. Ну, надо просто спеть песню свою. Свою, да? К ней-нибудь из окна своей квартиры, и сразу девушки сбегутся. Слушайте, а вы когда-нибудь пели сиренады? Под окном? Ну, да, что-то такое студенческое, романтическое, раньше, может быть. Когда-то пел очень давно. Когда мне было лет так 16, наверное. Вот эта девушка, которая была героем вашей сиренады, она вам потом вспоминала это? Ты же мне пел сиренады. Просто когда я пел... Открой дверь. Когда я пел сиренаду под ее балконом ночью, выглянула какая-то бабушка из другой квартиры и перегнула. Ты шо? Не секрет, что вы являетесь кумиром у многих девушек. Может быть, кто-то пытался с вами познакомиться, добивался уже сейчас? Ну, бывает такое часто достаточно. Что-то было такое прям эксцентричное? Да, об этом надо думать. Ну, мне пишут пошлые очень стихи иногда девушки. Есть одна девушка у меня, поклонница такая. Она уже очень много лет следит за моим творчеством. Пошлые стихи пишут? Да. Хоть один из них стал сюжетом вашей песни? Я думаю, мои поклонники к этому еще не готовы, чтобы я спел. Друзья, концерт подошел к концу. Можно отдохнуть, полежав на сцене. И сделать ангелочка в мишуре, которую оставил после себя Макс Барски. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова